Привет! Ты, наверное, тоже задумывался, как же я играю на Sega на моём ПК. Уже 2023 год, ребята, и много людей до сих пор не знают о существовании таких вот замечательных эмуляторов. В этом примере я просто покажу вам программу Keygain Fusion версии 3.64. Первым делом я рекомендую зайти в Google и скачать две программы. Ссылки на эти программы будут в описании под видео. Просто переходите по ссылке, и вы увидите вот такие вот картинки перед собой. Устанавливайте туда, куда вам хочется. Потом мы переходим на следующий сайт, это Keygain Fusion. Просто пролистываем страницу вниз, выбираем, какая у вас система. У меня Windows, я нажимаю туда, скачиваю, разархивирую потом этот файл. И просто включаю нашу Sega. Игры, которые мне нравятся, которые меня волнуют. Нажимаю на загрузить, например. И я уже делаю отдельную папочку, например, называю её Games. Захожу в неё и нажимаю на сохранить. Вот уже моя игра. Лучше, конечно, скачать ещё WinRAR или 7-zip. У вас что-то будет из этого. Нажимаем правой кнопочкой сюда и распаковываем этот архив. То есть я нажимаю всегда сюда. Заходим туда и видим, что много разных файлов, много разных версий этой игры. Это пока нам не важно. Но у нас уже есть эта игра. Теперь заходим в файл. И так как я люблю игры 16-битных и 32-битных консолей Sega, так называемой Genesis или Sega Mega Drive. Я нажимаю сюда или нажимаю Ctrl и G вместе. И ищу эту игру. То есть я её сейчас сохранил на рабочем столе. Нахожу эту папку. И вот она. То есть даже архив он не видит здесь, хотя он есть. Тут должен быть архив. И вот наша папочка. Заходим туда, нажимаем на первый попавшийся нам ROM. То есть это наша игра. И вот она запускается. Я немножко нажму здесь на кнопочки, чтобы быстрее игра загрузилась, а то очень долго. Так как у вас ещё ничего не настроено, нам надо перейти в опции. Это самое важное, да? И нажать на Set Config. Что это значит? Мы хотим настроить наш так называемый геймпад или джойстик. Для этого переходим в Controllers. Сюда. И у SEGA есть шестикнопочные геймпады. То есть я всегда здесь ставлю шесть кнопок. Можно и три поставить, но лучше поставить шесть. Ладно, вам в Mortal Kombat пригодится шесть кнопок. А, например, на Sonic там вообще одна кнопка нужна, да? Так, и на чём мы хотим играть? Получается, кейборд это клавиатура, маус, понятно, мышка, контроллер, Xbox. Это мой геймпад, на котором я играю другие игры. Можно на него, можно на кейборд, как хотите, да? Вот. Чтобы поставить именно значения, то есть кнопочки, которые вы хотите играть, надо, конечно, сперва посмотреть на джойстик, как он выглядит. Сейчас я поставлю здесь на паузу и покажу вам, как выглядит джойстик. И начнём, наверное, выставлять кнопки, которые нам нужны, да? То есть я нажимаю на Define, и у каждого геймпада имеется такая крестовина. И нам надо сперва для Up, то есть вверх, назначить кнопку. Я назначаю на клавиатуре W, то есть V. Для кнопки вниз делаю S, влево делаю A, направо делаю D. Для кнопки A, то есть нижний ряд, я делаю для себя, мне так удобнее. F, для B, G, для C я делаю H, то есть они все рядом, да? Потом идёт кнопка старта, я делаю E. Для XA я ставлю R, для Y делаю T, и для Z у меня такая клавиатура, тоже Z. Mode Button, тоже иногда интересная штука, иногда тоже нужна переключаться. Я делаю Q. И всё, всё готово. Тут можно нажать на принять, на ОК, и всё готово. Это получается первый порт, это первый игрок, первый геймпад. Чтобы поиграть вместе, нужен порт номер 2, то есть второй джойстик, я так скажу, да? И здесь то же самое проделываем, только выбираем, где хотите, да? Вы можете любые кнопки поставить. Стрелочки, там, цифры, как вам угодно, да? Вот, ну и всё. Я нажимаю на отмену, а вы делаете на принять, и ОК. Так, ну всё настроено, теперь вы можете двигать кнопками, правильно? Вот. Выбираете там уже персонажа, уже можете как бы и играть. Это самый лёгкий вариант, как настроить Сегу. Вот, видно, что у меня всё работает. Идальные фишечки, что вот это всё значит, как играть на полном экране и так далее, я вам покажу уже в следующем видео. Хорошо? Давайте, до скорого, и мы увидимся. Всем пока.